Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games, мы продолжаем игру Диабло 3, пятый акт, Вестмарш. Чё не фалим? А, ты нашёл меня, короче, который искал, да? Чепышило. О, кстати, довольно... Я вам скажу, красивый уровень, смотрите, какой здесь пейзаж, я как раз хотел об этом сказать, но этот начал тут Харадрим рассказывать всякую чепуху. Которую так мы уже знали. Да, красиво всё, очень красиво. О, за мной, смотрите, огненный след. Это ж там, не эти ботинки, которые урон дают, кто встанет на то место. Так. Хорошо. Так, где это мы тут? Обратной дороги уже нету, да? Мы все умрем! Да, прям ты рассказываешь, чепуху всякую, все умрем. Она нас убьёт! Кто? Нет! О, так они ещё превращают их. Я с ужасом наблюдал за стражником, которого поразило заклинание Деда. Он выл от боли, пока его тело полностью не обратилось в прах, оставив после себя скелет, закованный в латой. Не проклятье! Ворота! Эти ворота запечатаны заклинанием, которое я не в силах разрушить. Пладшие ангелы Молтаэля принесли в Вестмарш смерть. Они подняли из мёртвых, павших городских защитников и собрали из них армию жнецов. Когда-то эти солдаты защищали нас, теперь же стали... Я должен войти в город и положить конец этим убийствам. Хотя эти жнецы вооружены опасными мечами, но их щиты, усеянные бритвенно-острыми шипами, представляют ещё большую роль. Всего один удар такого щита способен полностью выпотрошить жертву. Он был создан не для защиты. Его цель — кромсать, калечить и убивать. Какие подробности тут рассказал нам? Смотри, поднимаются тут эти мертвяки. Так, а тут чё у нас? Ничего интересного. Катапульта. О, привет, мой милый друг. Ого, шмей, смотрите, как полетел вниз. Так ему двинул, блядь, по репе. Так, ну, встаём, встаём. Баленький, всем обратно спать. Так, понял. Через канализацию, да? Отлично. С ящиков ничего не падает. Даже неинтересно, блин. Так, всё, бабик сдох. Ой, это чё тут? Стой! Не выходи на улицу! Да прям таких «не выходи на улицу», что ты? Что? Что тут у него есть? А ничего нет, да? Хорошего. Щиты давно. Так, это почему? У, у меня миллион триста девяносто семь есть. Чё тут все пообсирались-то? А ну-ка, подождите. Оп. А вдруг бы что-то выпало хорошее. Так, оно... Столько людей погибло. Повсюду свирепствуют жнецы. Есть выжившие. Генерал Торион защищал группу горожан, искавших спасение в старом Закарумском соборе. Но, скорее всего, сейчас они уже мертвы. Погоди. Ты же тот самый крестоносец, что спас бастион. Ты и нас спасёшь, правда? Да. Даю слово. Найти Закарумский собор. Хорошо, наверное. Так. Улица Вестмарша. Страшные улицы какие-то стали. Безлюдные такие, именно, знаете, в фильмах ужасов. Не останавливайтесь. Кажется, мы от неё оторвались. Ого. Те, помните, чё, кровь демонов должны умереть. Нихера себе с косой это чё пошило. Надо её гасить. Кровь демонов? Но эти люди были ни в чём не повинны. Ай, хорош. Мы тут накромсали. Самое интересное, что-то с них не сильно падает. Какие-то вещи хорошие. Так, оно тихо там. Тень коснулась меня, и я ощутил, как тьма застилает мой взор. А затем я полностью погрузился во мрак. В кромешной мгле вдруг забрежил бледный лучик света, который начал вытягивать из меня жизненную силу. Меня охватило ощущение лёгкости. Но я собрал остатки воли и дал отпор чудовищу. Мои глаза вновь стали различать яркие краски. И я увидел тень, парящую передо мной. В этот миг я пронзил её своим копьём. Неупокойные стражи некогда были личными телохранителями короля Юстиниана IV. Закованные сверкающую, изукрашенную броню, изготовленную лучшими мастерами Вестмарша, эти доблестные и опытные воины не оставляли монарха ни на минуту. Однако самой яркой деталью их облачения были щиты, которыми стражи закрывали короля в минуту опасности. Так, это мы уже дошли туда, куда нам надо, походу, да? Да, я уже вижу на карте. Уже наша база там будет. О, куда, ребята? Оно стоять. Сейчас всё подбрасываю. Ой, как я это люблю. Ну, ребята, давайте уже вдохните здесь. Так, ага. Это там он выжил же, да? Фу, сейчас к тебе придём. Дай-ка здесь похожу. Ой, бля, хрен я здесь ещё похожу. Сейчас завалили тут нахер мусором каким-то. А тут чё у нас? То же самое, понятно. Надо поговорить. Тироэль, почему армии Малтаэля атакуют Вестмарш? Он питается смертью. Каждый раз, когда его жнец кого-то убивает, Малтаэль становится сильнее. И когда ты уничтожил единое зло, Малтаэль решил, что теперь самое время завершить вечное противостояние. Но люди не имеют отношения к этой войне. Люди произошли от союза демонов и ангелов. Глядя на нас, Малтаэль видит лишь демоническую часть. Церковь! Там внутри выжившие! Со мной! Так, мне уже некуда это оружие пихать. Всё, идёмте всех за кромсами. Макарат проклял нас! Всё куда хуже, чем я ожидал. Что это за тварь? Все во смерти! Остановите её! Не полем! Я заберу твою душу! Ой, да прям-таки. А как насчёт метеорита? Обычный лучник попытался бы сбежать, когда я ринулся на него с оружием. Но этот не двигался с места, не сводя взгляда своих пустых глазниц с наконечника стрелы. Даже когда я размахнул мечом, собираясь отрубить ему голову, он выпустил ещё одну стрелу. Как можно сражаться с противником? Нужно сделать всё возможное, чтобы задержать Непалема. Свор душ должен идти непрерывно. В этом залог победы Малтайля. Чё, всё нормально, люди. Можете молиться дальше. Они думают, что здесь безопасно. Но это была ловушка. Чё там подпадало? Ух. Ага, вне всё всякое попадало. Чё опять это скажет. Нужно прекратить это безумие. Где Малтайль? Я знаю только, что он не в Вестмарше. Он мог унести чёрный камень души куда угодно. Но зачем ему камень? Это можно как-нибудь узнать? Есть небольшой шанс. Когда Малтайль захватил камень, оттого откололся небольшой осколок. Возможно, изучив его, я смогу узнать что-нибудь полезное. Тогда займись им. А я очищу город от жнецов. Так, хорошо, идём. Но мне нужно там уже к сундуку, к ремеснику добраться как-то. О-о-о, ребята, ребята, вы что, сумасшедшие? Я слышал о Харадримах. Но мне казалось, что их давно не существует. Тироэль восстановил наш орден, чтобы забрать камень души с небес и защитить человечество. В конце концов, ты не можешь быть везде одновременно, каким бы могущественным ни был. Малтайль, брат мой. Он воплощал мудрость, был главой совета, первым среди ангелов. И вот чем он стал теперь. Как это случилось? После разрушения камня мироздания, Малтайль погрузился в скорбь и стал часто покидать небеса. Затем он исчез совсем. У него появилась связь с людскими душами, а точнее, одержимость ими. Чтобы не было причиной его безумия, его нужно остановить. Смерть человека должна нести его душе свободу, а не страдания. Как осколок черного камня души поможет нам узнать, что задумал Малтайль? Хотя осколок отделен от самого камня, между ними сохраняется незримая связь. Все изменения в камне отражаются и на осколке. Наблюдая за осколком, я пойму, что Малтайль делает с черным камнем души. И если повезет, узнаю, что он замышляет. Смерть... Вот так вот осколок нам сказал. Смерть... Генерал Торион, что Деве Смерти понадобилось в соборе? Она пыталась создать сферу тьмы, которая превращает живых людей в слуг Малтаэля. Одна сфера каждый час обращает в нежить сотни человек. И мои солдаты докладывают, что в городе таких сфер еще две. Два таких горнила обеспечивают Малтаэля нескончаемым потоком новых бойцов. Я уничтожу эти горнила и лишу Малтаэля подкреплений. Да, когда закончатся люди, че, блядь... Горнила душ превращают мертвых в жнецов? К сожалению, да. Однако Девы Смерти похожи на ангелов. Их история так же трагична, как и самого Малтаэля. Когда-то они были авангардом послушных ему ангелов мудрости. И вслед за ним перешли на темную сторону. Такие вот пирожки. Так, че мне дали? Копье. Пока что больше, чем 2 500, мне тут урон не вылетал. Хотя надо сейчас посмотреть, че у меня там в сундуке. Но наконец-то явился герой, который всех спасет. Конечно. Хотя мою жену уже все равно не вернуть. Да, ну как скажешь. Моя библиотека находится недалеко отсюда. Я как раз запирала ее в конце дня, когда с улицы донеслись звуки борьбы. Я забаррикадировала дверь и выскользнула через слуховое окно. Но, конечно, для официальных записей придется придумать что-то более захватывающее. Ты ведь слышал легенду о гробнице Ракиса? Ее так и не удалось обнаружить. Большинство ученых сходятся во мнении, что она находится под городом. Но я считаю, что она где-то рядом с ним. Ракис в конце концов был человеком разумным. Понятно. Вестмарш был основан в ходе военного похода под началом легендарного генерала Ракиса, желавшего распространить влияние своей религии за пределами восточных земель. Одержимый закорумскими суевериями, он неустанно вел своих паладинов на запад, вглубь владений варваров, покоряя все языческие племена на своем пути. В конце концов, он стал их первым королем. Так, понятно, надо тут со всеми переговорить. Мои товары, посмотришь? Конечно, 2400. 2300, 2500. 2700, но все равно что-то не хватает, да? Так, все, починили. Это что хочет? Мы с Робертом остались, чтобы сражаться. И когда они принялись рвать его на части, я запаниковала и убежала прочь. Ты сделала, что могла. Так, нужно следующий уровень поднимать, чтобы что-то было. Какой-то толк был с этого. Так, давайте глянем, у меня тут, кстати, оружие. Козырные. 1400, 325. Ага, козырные, конечно. Были, может, когда-то. Козырные оружие. Так, колечко. Че тут еще есть? И все? Тек, 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 тек. Ага, на это даже нету места. Так, это и это тоже туда. Все, да? С этого больше ничего. Так, теперь надо снять с себя вот эти доспехи. Комплект. Вот он, да? Кожа демона. Чпок. Так, что там еще? На рукавник. Так, что еще остается? Звук с двумя камнями. Ёшкин кот. Какие-то нужны хорошие эти, вот. Шузики. И иноплечная чухня. Да, уже ставим эту. Что уже делать? Так, это сюда. Тик. И еще остается этот подол. Угу. У меня тут ничего хорошего и нету, чтобы поставить. Так, хорошо тогда. Тут вообще другие наборы. Так. Хорошо. Так, тут все понятно. Ты че хочешь? Поверить не могу, что мы до сих пор живы. Спасибо тебе. Я уж думала, нам придется умереть среди этого смрада. Да что ты. Вот тут я, наверное, надолго, да, поговорить. Ты слышишь? Да давай, говори. Я по-прежнему что-то слышу. Видимо, наконец-то начал сходить с ума. О чем ты задумался, Хедрик? Да вот как раз вспоминал, что было в новом Трестраме после падения звезды. Мира была напугана до смерти. А потом пришла Лия и сказала, что в таверну принесли раненых. И твоя жена пошла им помогать, несмотря на страх. Все 61 уровня. Но что, не на прикоре? Капец. Это вообще 48-го почему-то у меня. Да. Хорошо. Каши тут не сваришь. Обратно идем к сундуку. Я эти вещи поставлю. Так, нечего клепать интересного. Я знаю, кто во всем виноват. Пятники. Это они призвали чудовищ, чтобы отвоевать Вестмарш только для себя. Все, поговорил. Слава тебе, Господи. Вы попрошаете, кто виноват в том, что... Знаешь ли ты, что когда-то на небе было две луны? Вторая называлась Лирия. Думаю, настало время рассказать тебе всю историю Зея и его господина, бога желания Злода. Ты хочешь сказать твою версию истории? В общем, Камень Злода появился вновь. Время тайн закончилось. И теперь ты наконец-то скажешь мне, бог ты или нет. Так, что там еще поговорить? В Вестмарше был прекрасный рынок самоцветов. Я провел немало дней, лениво бродя меж рядов и разглядывая товары. Подумать только. Нет больше ни маленьких славных лотков, ни сверкающих камней, ни огранщиков. Ух ты, какой-то тайник там есть. Я тут только сейчас обратил на карте, что есть тайничок. Ёшкин код, показали нам его. И че тут? Пожалуйста, я больше не могу. И че тут? Спасли какого-то чепушилу тут. Неужели со мной наконец-то кто-то пришел? Один сердитый кузнец по имени Хедрик жаловался нашу. Ну просто чудо из чудес. Простите, я не должен был говорить этого. Я перед вами в долгу. Пойдем со мной. Там безопасно и у нас есть кое-какая еда. И все? Вау. Спас чувачка хоть. Так, и больше тут нихера не мог. Понял. Ну и то хорошо. Так, давайте дальше тут. Пошастаем. Че там? Помнишь, я слышал какой-то шум. Оказалось, это тот парень, которого ты спас. Меня зовут Брайсон. Я пришел поговорить с твоим другом. И теперь он все никак не уйдет. Ты спас ему жизнь. Теперь ты ему не чужой. Так и есть. И теперь я буду помогать Хедрику в работе, чтобы отблагодарить за спасение. А я тебе сказал не подходить к моей кузнице. Я рос рядом с доками. Не слишком приятный район. Но это все, что мы могли себе позволить. Мои родители умерли от чумы несколько лет назад. Сначала отец, а через пару часов мать. Будто не хотели расставаться. Сначала я ненавидел их за то, что они меня бросили. Но теперь... Я рад, что они этого не видят. Так, хорошо. Давай как к этой подруге. А где эта наша подружка? Нету ее? Айхереть. Он спас моего брата. Ага. И хотя бы драгоценности взять успела. Карель, ну эти чудовища нас едва не убили. Лучше быть мертвым, чем нищим. Вот такая вот злая правда. Ну что ж, весь мир под угрозой и повсюду гибнут люди. Самое время нам отправиться на поиски новых приключений. Кто-то что, решил уже на поиски приключений пойти? Корман, что тебя гнетет? Я слишком долго жил со знанием того, что в моем ордене пытают новичков, чтобы извратить их разум. Мне нужно выяснить, насколько высоко проникло зло. Если в нем погряз весь мой орден, то что теперь значит быть храмовником? Кто я теперь? Ты был и остаешься достойным человеком, который сражается за то, что считает правильным. Но ведь оказалось, что я верил в ложь. Виновные ответят за свои прегрешения. Клянусь. Я тебе помогу, если надо будет. Так, хорошо, тут лежат все. У-у, эта девочка торгуется. Да что ты. Такая экипировка. Так, а здесь двое продавцов. Кто еще продает? А-а-а. Для тебя только самое лучшее. Да, прям таки. О-о-о, можно покрасить. А, пускай будет. Не будем красить. Хер с ним. Так. С этим говорили, с тем... Ага, вон там еще есть кто-то. Так, давайте, знаете, как сделаем? Пройдемся по кругу, проверим еще окрестности вот этого вот замка. Что тут у нас есть? Охранники. Тут у нас все спокойно. Так, вот что-то есть. Огонь. Понял, пусть лежит. Так. Торговый квартал Вестмарша, да? Ну, подождите минутку. Это какого уровня у меня? 60-го, да? Ну, давайте попробуем сделать шузы. Шузы. 490. Давайте еще одни сделаем. О-о-о, вот эти уже поинтересней. Так, эти камни, я не знаю, может, не буду вынимать, пока ставлю тут, наверное. Там уже будет видно, что делать. Может, лучше вынуть. Что, камни пригодятся, их потом буду смешивать. Точно. Так, давайте камушки вымем. Ой, пошел дальше. Так, малыш, давай-ка нам... Вот так вот. А теперь сюда. Оп. Раз, два, три, с пяти частей. А этот вообще состоит вообще с четырех, да? Отлично. Так, есть такое, это че? У меня есть все, что тебе может понадобиться. Да что ты? А че такое дерьмо? Так. Поменяли на камушек. Есть, все. Ну, это куча бабла, чтобы там сейчас все это посклеивать. Давайте пройдемся под кварталом торговым. Че уж тут... Че уж тут... Да хрена. А хотя я вот думаю, может, здесь и сохранимся, наверное. А ну-ка, подождите, сейчас я послушаю. Несколько лет я молил Ангирский Совет отпустить меня на поиски Молтаэля. И, наконец, мои просьбы были услышаны. Я обязан найти своего повелителя во что бы то ни стало, поскольку небесам крайне необходимо его присутствие. Учитывая возросший интерес Молтаэля к человеческой расе, Сироэль предположил, что поиски стоит начать с санктуария. Понятненько. Санктуария, так санктуария. Так, че у нас тут? Ого. Так, торговая марш. Это мы сюда пойдем, я так понял. Потом здесь, наверное, будет и здесь. А потом мы вернемся сюда и здесь будет. Здесь и здесь. Да, ездить здесь посыпать. Так, давайте лагеря целевших. Так. И, 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 и тут и уже и сохраняемся тогда. С вами был Олег Ильич, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи. Продолжение следует. Да.